Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сегодня решили поговорить о университетах и о том, по какой ситуации оказались еврейские студенты, под каким стрессом они находятся. Но за пять минут до передачи мне пришла такая мысль в голову, хотя она меня догоняла всегда. А ты знаешь, Саша, а заслужили. Вот заслужили и все. Вот знаешь, потому что я всегда говорил... Ну смотри, с точки зрения еврейской религии и иудаизма, как бы, все, что мы делаем, это неспослано Всевышним. И даже, что греха таить, Холокоста считают... Я не так глубоко. Многие религиозные авторитеты, что Холокост был неспослан еврейскому народу за грехи его. Ну, это вопрос очень спорный. Я его, честно говоря, не поддерживаю. Но, тем не менее, я с тобой согласен, что да, в какой-то степени заслужили. Ну, я не с другой стороны. Я всегда говорил и буду говорить, и на твоем канале, на своем канале людям это не нравится. Евреи не должны забывать, что они евреи. Точка. Все. Когда мы забываем, что мы евреи, нам об этом четко, резко напоминают. Когда мы не прислушиваемся, нам бьют морду, сжигают газовую камеру и кричат жидовские морды. И вот американские евреи, как и немецкие евреи, они стали забывать, что они евреи. И вот эти же самые студенты, вот эти, которые сейчас кричат «помогите, хелп», они же выходили на улицы против государства Израиля. Они же выходили, поддерживали Палестину. Они же общенно были одни из первых, кто поджигали этот огонь. А теперь что они хотят? Теперь да, теперь огонь подожгли, огонь зажегся, социал-демократы подключились, Катар подключился, фонд Солосов подключился. И теперь да, но видите, теперь какая ситуация. Теперь те, которые выходят сейчас, они забыли, что те евреи, молодые, которые выходили поддерживать Палестину, что они выходили поддерживать Палестину. так же, как у вас, когда 7-го числа было вот это все случилось. Кого убили там? Убили тех, кто были за мир с Палестины, правильно? Они в первые попали под удар. Ну, не только, но, в общем, были среди них. Вот то же самое и здесь. То же самое. Первые какие были стычки? Первые были, это когда евреи, молодые, вышли в Капитолии, на полу сидели, кричали. Ну, не смерть Израиль, но что-то в таком варианте там они, крики такие были. Вот заслужили, реально заслужили. Ну, с одной стороны, с другой стороны, конечно, это плохо, потому что то, что сейчас происходит, это полный беспредел. Послушай, Стив, может быть, это не очень удачное сравнение, я заранее прошу прощения, но в Германии, в нацистской Германии евреи до последнего пытались быть максимально лояльными режиму, и они вообще не верили, они не верили, что может что-то быть, когда им говорили, уезжайте, срочно уезжайте, вам грозит смертельная опасность. Они говорят, ну что вы, ну что вы, да какие мы евреи? Мы немцы, мы самые настоящие немцы, мы совершенно не евреи. Это чисто по происхождению. Вообще, в 20 веке, это происходило в 20 веке, в 20 веке понятие национальности, оно уже давно утрачено. И очень многие за это поплатились жизнью. Многие, 6 миллионов. То же самое с американскими евреями, они забывают, что они евреи, они души, они американцы. Помнишь эти подписанные письма, которые там представители профессуры, я еврей, но тем не менее я считаю, что палестинскому народу, да и пошел, пошел. То есть он считает, что таким образом он себя поднимает в глазах общественности. И вот они подожгли этот огонь, они его толкнули с какой-то стороны. А всем, кто надо было дальше, они это поддержали. И сейчас уже еврейский студент не может, вот видите, вот у меня, я с магиндоидом хожу везде, да, сейчас при идее с этим магиндоидом вот там вот пройти, тебя убьют за это. Ну не убьют, так набьют морду, как следует, запинают ногами, заплюют, я не знаю, что тебе еще там сделают. Вот для чего мы докатили, что уже официально попросили еврейских студентов не одевать кипы, снять магиндоиды и вообще пытаться сидеть по домам и не выпечивать свои еврейские морды, потому что они могут набить. Понимаешь, что Польша... Секундочку, это в 21 веке, между прочим. В 21 веке. Понимаешь, как в том средском анекдоте говорит, Абрам, не ходи туда, там бьют евреи, так я давно по паспорту не еврей. Бьют не по паспорту, к сожалению, а бьют по морде. Вот так и здесь, понимаешь? Хорошо, какой выход, что вообще предпринимает государство, то есть есть демократические штаты, есть республиканские штаты, но есть вообще-то федеральное правительство, то есть какие-то действия предпринимаются? Федеральное правительство не предпринимает ничего вообще по этому поводу, да, наш дедушка, который говорит, донт, вот этот донт. Вот, у меня как-то я, у нас когда там был этот Азам Кадрил, который говорил донт, а это говорит донт, они как-то вместе, ты знаешь. Так вот, наш донт сказал, ну, конечно, это плохо, антисемитизм, это, конечно, плохо, но и вы должны понимать состояние палестинского народа, как им тяжело, поэтому мы должны как бы вот прижаться. То есть им настолько тяжело, я попробую сформулировать его мысль, развить, да, им настолько тяжело всем вот этим вот бедным не только палестинцам, но вообще арабам, мусульманам, что они бежали из своих стран, от своих режимов, да, которые их там немножко резали, да, прибежали в Соединенные Штаты и теперь пытаются в Соединенных Штатах, но в Европе такая же картина, пытаются в Соединенных Штатах и в Европе создать точно такое же, да, для того, чтобы, так сказать, завоевать мир. Ну, смотри, ты помнишь, что было в Германии, когда пошли очень большие изнасилования молодых девушек, и когда их, там, министр, по-моему, МВД, женщина такая, полумужчина-полуженщина, она сказала, ну, вы знаете, ну, вы юбочки-то короткие не одевайте, не провоцируйте их, эти же пришли с горы, они делали, они, знаешь, вот это вот все отношение, одевайте короткие юбочки, снимите кипы, снимите брины, ну, не провоцируйте вы их, ну, не надо, ну, тяжело им. Это то же самое, что наши федеральные прокуроры говорят, ну, украл он магазин на 800 долларов, ну, за что его обижать, ну, у него несчастное детство. Трудное, да. Ну, пришли к вам домой, ну, украли его, что-то изнасиловали вашу жену, ну, не бывает, ну, тяжело у него, у него тяжелое детство было, вы даже закрыть глаза, нельзя защищать свои дома. Вот эта вот риторика социал-демократов в нашей стране набирает такой большой накат идет. Да, слава богу, в республиканских штатах этого нет, в Техасе, когда эти уроды попытались что-то сделать, вызвали национальную гвардию и их разогнали там. Во Флориде даже не попытались сделать, потому что десант я сразу сказал, не дай бог что-то, хоть один антисемитизм, вот что-то будем депортировать, выкидывать из штата, будем арестовать, сажать в тюрьму. Тишина, спокойствие, все нормально. В демократических штатах никто ничего не говорит, правительство молчит, социал-демократы за. Катар, который, ты помнишь, как говорил Сорос? Мне, говорит, не нужно там правительство, покупать чиновников, мне нужно вложить деньги в education, в университеты. И я эту страну, через 20 лет я эту страну возьму, она вот моей. То же самое произошло сейчас с американским университетом. Катар кладет огромные деньги, очень много лет, скупает полностью наш education, деньги Катара. Да, есть деньги богатых еврейских спонсоров, которые сейчас остановили эти, они остановили сейчас деньги, они не дают. А что ты думаешь, если на всех тролльс Катар больше дал? Сорос больше дал? Да, конечно, где-то они заметили, где-то они попытались что-то сделать, но факт, что никто, особо ничего никто не делает, вот особо так сильно. Их боятся тронуть, боятся какого-то слова сказать, они баррикадируются в кампусах. Ну, ужасно. Понимаешь, какая ситуация получилась? Если у нас было две точки зрения, вот зрение либеральных учителей и консервативных профессоров, было бы нормально, одни бы говорили одно, а другие говорили другое. Но у нас все консервативных профессоров повыгоняли из университетов. А те, кого не повыгоняли, закрыли рты и сказали, что вы не будете профессором в университете, если вы будете открывать свои рты. И оказались только одни либералы, которые рассказывают, что Израиль – это плохо, евреи – это плохо, геи – это хорошо, лесбирянки – это отлично, а нормальная семья – это плохо. Ну, такие вот моменты в жизни. А другой истории нету, никто больше ничего не рассказывает. И вот эти вот молодые студенты, которые почему-то решили, что при коммунизме и социализме жить отлично, они просто не были в Советском Союзе. Им надо было приехать оттуда, где были мы, где все было, как это все ходили в одних костюмах, в одних туфлях, в скороходах, и только те, кто были ближе к власти. И я не жал, потому что моя родня и мои родители были ближе к высокой власти, и мы жили по-другому. И по идее я не должен жаловаться, но я же видел, как жили мои соседи, как жили мои друзья, ну, то, что я вот видел. И когда сколько отличались мы, отличались от них. Что у нас, я пример говорю, то, что моего папа возил и Волга с водителем, а другие дети ездили на трамвае с забитым с утра и стояли по улице, и два часа, чтобы в трамвай попасть. Я пример говорю, понимаешь, и вот эти вот студенты, молодые социалисты, они почему-то решили, что капитализм – это плохо, что у богатых надо все забрать, что надо все поделить, на частный социализм – это плохо, должны быть бедные. Ну, вот это все в их головах, поддерживаемые либеральными профессорами, на деньги Катара, деньги Солоса, вот что мы сейчас имеем. Послушай, но то, что сейчас происходит, это не просто результат плохого образования или своеобразного образования. Все эти протесты, знаешь, как говорится, любой экспромт, хороший экспромт, который заранее подготовлен, все эти протесты четко регулируются, четко подготовлены. Я читал отзывы людей, которые пытались разговаривать с этими студентами, моментально появляются, если какой-то молодой не знает, как ответить, они большинство не знают, как ответить, тут же появляется куратор, который четко объясняет, что к чему, за что мы, все остальное вранье и так далее, и так далее. То есть чувствуется железная дисциплина и прекрасная подготовка, разумеется, оплаченная. Кто это? Конечно. Я тебе четко говорю, это инструктора, это то же самое, что было с Black Lives Matter, с этой толпой, которой он не знал, что делать. Толпе появлялись двое-трое, а то знали, куда направить толпу, где в уме кинуть камень, где разбить стекло в магазине, и после этого толкнули на 50-м толпу. То же самое было в Капитолии, такие же провокации были те, кто знали, что делать, и всегда знали, что толпа за ними пойдет. Кто это? Это Deep State. Понимаешь, это же не сейчас все началось готовиться, это все готовится в 70-х годах. Это все идет сдалека, это все потихонечку подготавливалось, и если бы не Дональд Трамп, чтобы ты понимал, мы бы никогда этого не заметили. Это бы плавно переросло в то, что они хотели, чтобы это переросло. После первого прихода Трампа к власти, он перемешал эту ложку, вот это вот болото, вот это болото Deep State, и они от испуга, они от того, что их разоблачили, они от того, что все-все поняли, они стали делать ошибки, стали выходить из тени. Вот то, что мы сейчас имеем. А так это был бы плавный, вот такой плавный-плавный переход из капитализма, а такой китайский социализм, где у всех есть свой порядковый номер, где если ты против государства, то ты не можешь выехать и купить билет. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Не можешь купить билет. Вот это бы плавно перешло бы, и мы бы даже не поняли, но вот приход Дональда Трампа перевернул этот Deep State, они стали выходить из тени, они перепугались, они стали делать ошибки, и вот это все стало происходить, вот этот бардак, потому что им пришлось выйти из тени и отработать в открытую. Вот это сейчас получается. А готовится это давно, когда нормальный американский служащий, там, например, работник фермы, там, работник завода, который целый день вкалывает, прям, 12 часов, потом приходит домой, ему надо еще с детьми побыть, там, жену, там, жену, там, поспаем, что-то еще. В это время вот эти молодые студенты, которые сейчас уже не молодые, они профессора, они им давали деньги, они учились в университетах, их подготавливали, их учили, как это все делать, и уже подошла та ситуация, когда им пришлось выйти из тени, и вот это сейчас все устраивается. Хорошо. Если об этом знаешь ты, то наверняка об этом знают и специальные службы, органы, которые, так сказать, по роду своей деятельности должны за этим наблюдать, должны это курировать и должны это каким-то образом, так сказать, пресекать, потому что, насколько я понимаю, у них лозунги не только против евреев, там, или против еще кого-то, у них и лозунги против Америки. То есть они просто откровенно высказывают антиамериканские лозунги и, так сказать, ничуть не стесняются этого. Это не является угрозой национальной безопасности. Я тебе сейчас скажу, это такое, для тебя, может, это не тайно будет, но будет выгляжастно. В последнее время ФБР я называю по-другому. Я называю ОГПУ, Главное политическое управление Демократической партии. И все, что делает ФБР, они обслуживают элиту Демпартии. За позапугивание собственных граждан, называя их местными террористами, по запугиванию родителей, и много-много чего другого. За те, кто иномыслящие люди, которые против политики партии. И ФБР практически не занимается тем, что они должны были заниматься раньше. Отдельные агенты, профессионалы, я многое, я знаю, они просто уволились, потому что они не могли работать в этом свинушнике, они не могли, потому что у них руки были связаны. Когда, я извиняюсь, когда шпионит за будущим президентом, вы же помните все это, когда ставят эти микрофоны, когда, ну, полными беспределами, когда занимаются, когда, опять, может, это будет некорректно, у вас там сказано, когда у нас была семья, хотя я раньше думал, что семья Клинтона это самая криминальная семья Америки, когда семья Байдера намного более криминальна. Когда люди пытались давать показания большой жюри, большому жюри против семи Клинтонов, и они нечаянно умирали, нечаянно, человек 20 нечаянно умерли. Один там упал, один здесь повесился, один с водопада упал, один на ножик 8 раз налетел. Это все официально, это все везде есть. Эти люди, которые пытались давать информацию против коррупции Семи Клинтонов. То же самое происходит сейчас. Поэтому куда смотрит ФБР? ФБР смотрит сейчас на выборы, как посадить Трампа, как не дать республиканцам прийти к власти, как вот тот, у них есть чем заниматься. У них, вот это вот их действительно очень не интересует, потому что это уже запланировано, и это уже запланировано дип-стейдом, чтобы это шло, как шло, чтобы нашу страну, Соединенные Штаты Америки, так настолько разделить, а она уже разделена, что если раньше, допустим, 15 лет назад у меня сосед демократ, я республиканец, у меня там есть республиканский президент, у него демократический, но мы вечером собрались, делаем барбекю вечером на улице, собрались, поставили в гриле, делаем барбекю. Что сделали сейчас? Сейчас на одной улице живут люди, которые кто-то верят за республиканскую, за демократ, они дерутся между собой, они срывают плакаты с домов, они кричат друг на друга. Вот такую ненависть демократы, социал-демократы сделали между американским народом. Ненависть на грани гражданской войны, дай бог, чтобы этого не было, но я думаю, что она уже в холодном таком уровне, она уже идет давно, когда люди друга ненавидят, люди на друг друга нападают, ты не можешь на своей машине повесить какую-то надпись, ну, я имею в виду, даже после, вот я уехал на машине, у меня был написан «Трам-2020», еще тогда был «2020», и на меня напали на улице. Но мое счастье, что у меня оружие с собой есть, и многое другое, но я имею в виду, что у меня, а если это был нормальный человек, ну, гражданский человек, ну, сделать пару погромов евреев, потом, да, потом придет полиция, потом охрана сгонит, когда надо будет, это все, когда надо будет, но в данный момент страшный антисемитизм, и еврейские студенты, которые сами виноваты, что произошло, в очень большой опасности находятся, потому что они даже пройти по кампусу не могут, их могут избить, убить, изнасиловать, и много чего другого. Скажи, пожалуйста, что делать в данной ситуации? Вот разные там советы дают, ну, ты человек, который, так сказать, там живешь, человек, который, так сказать, занимается давно проблемами безопасности, то есть какой выход? Может быть, вот звучали призывы создавать отряды самообороны, как было когда-то? Это хорошая идея, создать отряды еврейской самообороны, но вспомните мои слова, как только они создадутся, ПБР создадут еще один террористический список, а если не будут кричать встал демократы, что Израиль готовит террористов в Америке, мимо это не пройдет, понимаешь, вот эти вот товарищи создадутся, они уже создали, эти Black Lives Matter, вот эти вот Сиан-Киффу, и все нормально, это вот бедные студенты, которые боятся за правду, когда евреи начнут себя защищать, это будут террористы, это будут террористы, которые организовали, Израиль, это будет большой шум, хотя надо делать, надо делать, но опять же, у нас есть отряды самообороны, они не еврейские, они патриотически-американские, я очень многие знаю, я не могу прямой феи об этом говорить, я знаю, в каких городах они находятся, я знаю, ну как я могу, примерно я знаю, в Северной Каролине, это официальные, это легальные отряды? Это нелегальные, нет, это локал-мелыща, это люди, которые прошли армию, люди, которые бывшие полицейские, они собираются в такие подразделения, они тренируются, в основном они находятся в горах очень много, у них свои лагеря есть, у нас даже есть, у нас есть, в некоторых штатах, у нас есть, чтобы ты просто поверил, что есть, называются маслами, но гоузон, только мусульмане могут заходить, и там тоже есть какие-то кемпы, где они тренируются, где тренируют, даже для, даже бойцов для ИГИЛа, и бойцов, и ФБР об этом знает, они знают, где находятся, что находятся, но команды, их брать нет, и такие тренировки тоже идут, у нас очень интересные вещи в Америке происходят, и еще из этих вот 13 миллионов нелегалов, которые зашли в нашу страну, 13 миллионов, 3 или 4 миллиона, это молодые мужчины призывного возраста, те люди, которые могут держать оружие в УК, те люди, которые были в бандах, в латиноамериканских бандах, которые прошли бои на улицах, которые знают, как стрелять, как убивать, теперь они на территории Америки, они вылились в местные банды, и для чего готовят их демократы, непонятно, но в один день их поведут на улицу, и будет очень серьезно, вспомните, где-то в ноябре месяц, вспомните мои слова сегодня, ноябрь, декабрь, у нас будут большие бои на улицах Соединенных Штатов Америки, может быть и в каждой штате, но будет огромное столкновение, вплоть до того, что будет столкновение с полицией, с национальной гвардией, будет много погибших, просто вспомните мои слова, что будет в ноябре месяце, если этого не будет, я извинюсь, я приду и извинюсь, я приду и извинюсь, перед вашими подписчиками, если этого не будет, но это будет. Хорошо, Стив, к этому вернемся, так можно ли как-то к этому подготовиться, я сейчас опять возвращаюсь к проблеме еврейских студентов, не только студентов, у меня близкие друзья, родственники живут в Америке, они все в шоке, такого никогда не было, они живут там по 30, по 40 лет, и с таким никогда не сталкивались, и что говорит закон, насколько можно законным образом создать вот подобные отряды самообороны? Если вы не демократ, если у вас мозги на месте, и переезжать в республиканские штаты, только не приводить с собой вот эту грязь демократическую, которая у них в головах забита, переезжать в республиканские штаты, жить по республиканским законам, а покупать оружие, потому что здесь это можно, ходить в тире, тренироваться, и все, и просто иметь право себя защищать, что они могут делать, это Техас, это Флорида, это Юта, ну много других республиканских штатов, но люди наши и наши захотят поехать в Флорида, Техас, там третьего ничего не дано, в общем-то, ну можно еще там в Северную Каролину, но опять это верхняя часть Северной Каролины, это более город, субоба нелия, вот после уезжать, собирать детей и уволить в демократические штаты, потому что там вот все хуже, хуже и хуже, и бои начнутся там, здесь будет самое последнее, если что-то будет, будет самое последнее, все начнется там на Севере, вот, и все, и вот здесь уже как бы... А в кампусах, вот в кампусах, например, то есть если будут хорошо, даже невооруженные, то есть вот отряды, отряды студентов, опять-таки такое было раньше, и было это в Америке, там когда-то, в 20-е годы, так помню, тогда у полиции было другое, полиция могла разгонять, полиция много чего могла делать, сейчас полиция делать не может, полицейские боятся, лично раз пальцем кого-то тронуть, потому что сегодня он полицейский, а завтра его будут, как после Флойда, будут судить его жюри, и он уедет на 20 лет в тюрьму, а в тюрьме его зарежут другой черный, и все, так с этим полицейским поступили, он ни в чем не был виноват практически, но его просто кинули, его кинули на съедение социал-демократам, он делал свою работу, да, они там жестко его задерживали, у кого они задерживали, бандита, убийцу, человека, которого грабил, ну, ужасного, просто, который, думал, сидит в тюрьме уже лет 10, да, и он, честно говоря, от детина был под 2 метра ростом, под 2 метра ростом, да, и когда они его задерживали, еще я даже видел, если там все молчат, когда я с ним разговариваю, у него на языке таблетка, она фетамина в большом количестве была, и у него сердце остановилось от наркотиков, для того, чтобы ему там колено поставили на спину, и что сделали с этим полицейским, его судили, притом у нас же как бы 12 присяжных жюри, там как бы все это не привзято, на улице такая толпа стояла, во главе с демократическими конгрессменами, которые кричали перед судом, если его оправдают, воровите в суд, разберитесь с присяжными, в Америке конгрессмены, демократы на улице стоят и кричат, если его оправдают, воровите в суд, разберитесь с судьей, с присяжными, как присяжные бы себя повели после этого, и судья, зная, что на улице 100 тысяч человек на улице ждет, разорвет этот суд, хотя просили перенести суд в независимый, штат. И да, его осудили, его от этого хоронили в золотом гробу, и мэр еврея, кстати, там на коленях от слова, от гроб золотой, его похоронили, семья получила несколько миллионов долларов, огромное количество, семья, которого никогда вплоть до глаза не видела. Они были так благодарны, что он умер, ты себе не представляешь. Потому что его семья получила такие бабки, он даже своих детей никогда не видел в своей жизни. И что получилось? Этого полицейского посадили, а потом через пару лет его просто зарезали, опять же, это было не просто так. В этой же тюрьме. И все, наверное, все кончилось. Какой полицейский... Кстати, у вас сейчас был аналогичный случай. Я не помню, честно говоря, в каком штате, вот буквально день или два назад показывали, я видел этот ролик, когда действительно тоже задерживали чувака, который там очень серьезно буянил и точно так же ему там наступили на спину, и он скончался. То есть говорят, что это второй инцидент, похожий на Флойда. Опять же, это все... Знаете, как вы смотрите на ситуацию? Демократы пытаются собрать оружие у населения вот по этой ситуации, чтобы мы не могли бы себя защищать. И когда у нас все какие-то массовые расстрелы, они есть, они есть во всем мире, они есть. И они тут об этом кричит каждая газета. Но сколько было случаев, огромное количество, когда люди, простые граждане с оружием останавливали массу щуренька. Об этом возговору никто не говорит. Огромное количество таких случаев, когда кто-то заходил там с оружием, в ответ граждане его стреляли, убивали его, и все, и никто не погибал. Никто об этом не говорит. И я уже не говорю, что очень много из этих случаев расстрела людей, они были очень странные. Никто их не разбирал. Я могу их разобрать с тобой. И там очень странные случаи. Вот один из случаев, а ты быстро можешь сказать в двух словах? Да, конечно. Прилетел человек, можно с оружием летать, но в чемодане вытащил пистолет, а в багажной эре расстрелял людей, как в кино. Потом положил пистолет, лег и ждал полицию. Начнем разбирать. Не было случаев того, что человек, который решил покончить самоубийство, убить других, он стреляется потом сам. Он никогда не вложится, не ждет полицию. Он отстрелится до последнего. Он знал, что полиция не убьет. До этого он жил на Аляске, и он приходил в здание ФБР, и говорил, у меня голоса в голове, мне говорят, убей, помогите мне. На что ему ФБР говорили, как в том фильме, как это был фильм про пианетский лагерь. Иди, мальчик, не мешай нам. Иди, не мешай нам, я нам мешаю. Вот такая ситуация. Потом он прилетел, расстрелял, его арестовала полиция, его завалили, и все, и тишина. Что с ним произошло? Какие суды были? Куда его посадили? Вообще тишина. Вот просто тишина. Ну и как ты это объясняешь, что это было? Возьмем Лос-Вегас стрельбу. Человек пришел в гостиницу, поднялся на высокий этаж, где вот такие бронированные стекла стоят. Знаешь, в чем бронированные стекла стоят? Ну, чтобы не выбрасывались. Чтобы люди не выбрасывались. Пронес в эту гостиницу пару больших сумм с оружием, никто не об этом внимает, там охрана ужаснейшая. Это где было, я прослушал? В Лос-Вегасе. А, то, что история... Да, вырезал дырку в этом стекле, сверху устроил стрельбу, security, вооруженные полицейские, были в коридоре и не зашли, хотя могли зайти. Стояли, ждали чего-то. А почему не зашли? Я не знаю почему. Потом он все расстрелял, зашли его, взяли, потом три свидетеля, три секьюрити через средя погибают почему-то. Один там себе пулу в лоб пустил, второго там на факт случился, полицейский погиб. И все, опять тишина, непонятно, что, как, куда, чем суд закончится, куда его дели. Это, по-моему, фестиваль какой-то там был, концерт, я помню. Я тебе просто пример рассказывал. Просто такие вот случаи, понимаешь? И эти все случаи происходят перед какими-то сварфными событиями. Вот случай, по-моему, в Лос-Вегасе, если я не ошибаюсь, или в Лос-Вегасе какой-то случай был, перед тем, когда же были объявить Дональд Трампа, потому что он выиграл выборы, оттянули. Каждый раз вот эти случаи, у меня такое ощущение, что кто-то специально планирует или провоцирует для чего-то. Я не могу доказать. Я реально не могу доказать. Но это очень химинар. Хорошо, ну а что, допустим, вот этот случай расстрела, о котором ты рассказываешь? Ну и к чему он мог привести? Какие политические последствия он мог... Политические последствия он мог... Политические последствия пытаются забрать оружие у населения. Сразу демократы начинают кричать, что надо забрать оружие, что оружие это плохо. Момент, потому что им невыгодно вооруженное население. Но, извини меня, люди же не понимают, что убивают же не оружие, убивают люди. Даже можно на машине в толпу въехать, надо машины запретить. Что еще дальше? Там не имеют... Можно молотки запретить, ножли запретить, вас в Израиле ножли запретить. Вообще в Израиле до конца завтрашнего дня ни в одном городе Израиля и палестинский титок нельзя ножами пользоваться. Нельзя ножи. Потому что ножи это террористическое понимание. Но убивают. Кто руки берет нож? Человек берет руки нож. Правильно? Да. Вот так же самое здесь. Демократы любыми путями пытаются забрать оружие у населения. Просто очень большое лаби оружейное. И они с этим воюют. Но каждый раз все больше и больше затягивают гайки. Потому что, когда придет какая-то ситуация типа такой гражданской войны, когда надо будет все это смести и выезти этих нелегалов на улицу, все, кто именем выгодные граждане, готовы защищать себя с оружием в руках. Они им просто невыгодны. Поэтому пытаются... И при том, самое что интересное, если посмотреть статистику, те, где в демократических штатах где оружие нет, а есть такие, то там криминал в 4 раза выше. Ограбление домов, убийства, население. Потому что у нас во Флориде здесь никто к тебе домой не полезет. Потому что они знают, что ты полезешь уже дома, и ты получишь пулю. Без разговора. Поэтому люди 5 раз подумают. То есть по закону это допускается, да? Да, спокойно при том. И люди подумают, когда люди лезут к тебе домой, а знаешь, что ты ничего сделать не можешь, вообще ничего, то они к тебе придут домой. Потому что, запомни, у криминалов всегда будет оружие. Всегда. Черный рынок будет всегда. Да, это верно. И его остановить невозможно. Но почему-то забирают оружие у легальных граждан, которые имеют на это право. Вот тут то же самое. Вот это вся вот эта... Понимаешь, мы с тобой взяли один кусочек там, один кусочек здесь, какие-то разные кусочки. Мы с тобой вообще разошли сейчас по разному. Но это все стягивается в одну кучу. Социал-демократы, Дип-стейт, никому не нужна сильная Америка. И вообще все, понимаешь, все это в конце в одну кучу. Вот и все. Скажи мне, а почему вот Трамп? Трамп был, в общем-то, целый срок был президента. Понятно, что не два срока, один срок. Почему он не пытался что-то с этим сделать, твой любимый Трамп? Можно было как-то зачистить? Ну, попробуй. Давайте объясню. Просто смотри, вот ты президент, да? Твой президент, все хорошо, все нормально. Когда у тебя есть демократы, которые в момент правления Трампа, он еще забили на Соединенные Штаты Америки. Это страны больше не существовало. У них была персональная вендетта к Трампу. Персональная. И вот все, что бы он ни делал, они ставили палки в колеса, устраивали ему судебные дела, импичмент, импичмент. И он половину своей жизни, чтобы не заниматься Соединенным Штатом Америки, он по всей жизни занимался ответами вот этим придуркам, которые не думали о стране, а думали, как его подставить, как ему отомстить, как его посадить. И он даже за это время успел многое хорошее, не знаю, как с экономикой, много чего. Но они не давали ему работать, они просто саботировали полностью работу. А, извини, Трамп, это не Путин. Понимаешь, что Трамп даже не я, как вас возрали там, но здесь он много чего, президент много чего не решает. Он решает Конгресс, решает Сенат, и он не может своим одним указом что-то сделать. Он пытался сделать, чтобы оружие было по всем штатам, что не надо было лицензии, чтобы он... Ну, он пытался это сделать. Ему не дали это сделать. Много чего ему не дали сделать. Он пытался убрать этот ненормальный Обама Киар. Ты знаешь, что Обама Киар? Нет. Это, называется, страховка для бедных. Они убили медицину в Америке. А, вот это медицину. Полностью убили медицину в Америке. Потому что сейчас у нас медицины практически нет. Врачом никто не хочет стать. Не выгодно быть врачом. Они сделали ужасную вещь. Они убрали, потому что у нас же при капитализме вот ты... Это твой выбор. Хочешь иметь страховку медицинскую, имеешь. Не хочешь, твои личные проблемы. Капитализм. Они сделали одну поголовную. Хочешь, не хочешь, должен иметь. А эта страховка ужасная. Ну, ты меня извинил. В Израиле тоже страховка обязательная. То есть ее имеют все. Другое, что ты можешь иметь дополнительную страховку. Ты можешь там докупить себе страховку. Но вот налог на медицину, который взимается с заработной платы, ты автоматически... У вас капитализм или у вас социализм? Я знаю, как там у вас. Да черт его разберет. Смотри, раньше, когда приехал в Америку, еще 20 лет назад, если человек болеет, ему надо делать МРТ или сканирование, врач выписывал, через два дня он уже это получал. Все. Сейчас, с этого, потому что они устроились, это страховка, сейчас врач выписывал, ты только через два месяца что-то получишь. Болеешь ты раком, не болеешь ты раком. У меня, вот, моя родственница, у нее там проблемы были, с раком ее проблемы. Я не мог не найти онколога, потому что онколог запись через год. Через год ты попадаешь в онколог. Потому что они убили медицину. Они, демократу, ужасные вещи со страной подделали. И вот мы сейчас это собираем. Инфляция, все остальное. И, ну, что я тебе могу сказать? К чему мы идем? Не понятно, чем это закончится? Ну, посмотрим. Но не так все красиво выглядит, как вот все об этом думают. Не так совсем. Стив, наш разговор движется уже к завершении. Но, тем не менее, я не могу не задать тебе вопрос. Вот на днях у нас объявили, что приезжает господин Блинкин к нам. И впервые, вот у нас уже столько времени, с 7 октября идет война. И вдруг Блинкин решил посетить приграничные кибуцы. Вот тот самый кибуц Берри, который пострадал больше всего, где там творились страшные зверства. Там людей убивали, насиловали, детей сжигали в печках. И он решил это посетить. Как ты думаешь, чем это вызвано? Ну, о чем, где он был вообще все это время? Ну, во-первых, каких детей сжигали в печках? Какой 7 октября? У нас здесь в Сибири, в основном 90%, потому что у них говорят, что мы все обманываем евреи. Этого ничего не было. Ну, понятно. Как и Холокос, в общем, мы сами себе придумали. А насчет Блинкина, ну, честно сказать, американская партия никто нигде не уважает вообще. Я не знаю, вообще, где его принимают. И он в Китай сюда прилетел, и мы его встречал какой-то второй секретарь, как по-россистике, наверное, как мне там, типа второй секретарь Горкома партии местного какого-то. Его даже, уже правительство Китая не встречало, и даже Касу Довушку у них пристелили. На нашем правительстве, над правительством Баймерами все смеются. Ну, посмотрим эти кибуцы. Я не знаю, для чего он это делает, но мне кажется, что это только еще хуже будет. Что-то еще хуже прилетит, чем уже есть, честно. Я считаю, что из-за тебя не должны расслабляться. Боже дела иметь и не с теми людьми. Так нет, расслабляться никто уже не собирается, потому что сейчас, по имеющимся данным у израильского канала КАНА-11, это пока не подтверждено официальной информацией, что Международный уголовный суд выписал ордера на аресты нашего премьер-министра, начальника генштаба, министра обороны, там еще нескольких политических деятелей. То есть, и Израиль как бы ждал и продолжал до последней минуты ждать, что Соединенные Штаты каким-то образом вмешаются, хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, как они могут в это дело вмешаться, но тем не менее ничего не последовало. То есть, Байден молчит. Вот теперь тебе вопрос, который тебе может быть в неприятии. Помнишь, недавно уголовный орден на Путина был выписан, да? Да. Помнишь, да? Ну, многие, конечно, говорят, что да, там война, там присутствует. Опять же, вот тебе, пожалуйста, политика двойных стандартов. Тебе, пожалуйста, сейчас правительство Израиля посадили на одну скамье посудимых с правительством России. Вот вам показали, что вы ничем не отличаетесь, вы те же самые товарищи. Поэтому, когда где-то что-то происходит, надо хорошо думать головой. Стоит не кричать, что это было хорошо, потому что это может прилететь к вам домой тоже. И что это такое Загарский трибунал, и как он вообще он имеет право это делать, и кто они вообще такие? А почему они не выписали орден на Буша за Югославию, за Сирию, за Ира? Почему? Понимаешь, я имею в виду вот эта вот ситуация, что вот сейчас вот вас поставили в такую ситуацию, вместе вот считать, что ваш динамик густит рядом с Путином два военных преступника. Вот, к примеру. Поэтому надо головой думать, когда такие вещи происходят, стоит ли за это вообще сильно радоваться. И то же самое, то что когда я не защищаю Путина, ты не подумаешь, что я защищаю. Нет, нет, я понимаю, о чем ты говоришь. То же самое, когда в России заморозили деньги, опять же, правильно, неправильно сделали, Америка показала всему миру, что ваши деньги вне безопасности, можно сказать, что хотите. И в данный момент, почему арабские страны не хотят больше с Америкой иметь дело, выводят свои деньги? Потому что они знают, что завтра надо будет, их деньги заморозят, а президент израильские деньги заморозят. И вот этим ситуацией, вот этим поведением социал-демократы, дипстит, они вот так вот разваливают доверие к Америке. Вот тебе разговор про Блинкина. Вот нафиг никому он не нужен, никто его не уважает, и что-то он ездит, ездит. Я так думаю, что они просто смеются над его поездками. То же самое, Хамас смеется. Америка уже поняла, что Хамас смеется над Америкой. Они уже, слава богу, это поняли. Тем не менее, они сейчас требуют от Израиля, вот мы с тобой записываем эту программу накануне, так сказать, получения ответа от Хамаса на очередное предложение, которое сформулировали, уже все, уже просто на колени кланяются ему все подряд, а они там сидят и, извините, выпендриваются, как муха на стекле. Саш, я не военный эксперт, я не Тамар. Тамар военный эксперт, он знает, что он говорит, я это уважаю, ну, тут он понимает, о чем вы говорите. Но я тебе хочу сказать, если сейчас Хамас не уничтожит и дать им год перемирия, вы через год-два такой, 7 октября, получите такое. Причем с разных сторон. Да, не факт, вы уже сможете отбиться, и это уже будет угроза полному существованию еврейского государства в том районе. Вот что сейчас происходит. И Америка этому способствует. Я не понимаю, почему они это делают. Я понимаю, с одной стороны, это предательство, это чисто предательство подшинника Израиля. Поэтому вот вы там должны все сидеть и молиться Богу, чтобы пришел Трамп в власти. У нас для этого специально обученные люди есть, чтобы молиться. Нет, я просто имею в виду, что он Израиль в обиду бы не дал никогда. Знаю, как уже его поведение, и вообще знаю, что Трамп его бы в жизни не дал бы Израиль. Никогда в обиду никому. А если будут власти демократы в следующем, то Израиль может просто забыть про свое существование вообще практически. Вы будете одни, вы будете воевать со всем миром одни. Вообще помощи никакой. Эта помощь, которая сейчас идет, это последняя помощь. Если придут на следующий выбор демократы, вообще никогда в жизни вы не получите помощь от Америки. Тоже можешь помнить мои слова. А если что, я извинюсь. Я могу прийти и извиниться. Но вот у меня такие ощущения страшные. Ну, так вы там работаете, мы же не отвечаем за ваши выборы. То есть это это ваше прерогатива. Эти евреи должны понять. Они сразу начали немножко понимать. Не все начали понимать. Все очень много зависит от американских евреев, от местных богатых американских евреев. От них многое зависит. Когда они уже поймут, что они евреи, они американцы, что нельзя заниматься тем, что они занимаются. Вот тогда может что-то поменяется. А то, что мэр Нью-Йорка вышел на весь Нью-Йорк и кричал, что мы поддержим Израиль, Израиль, наши братья, это ничего нет. Это просто слова. Никто ничего не делает. Вот и все. Извините, что я вам тут дизонант такой в голову внес. Да нет, все правильно говорил, судя по всему. Ну, максимум придешь, извинишься дважды. Зуб дает, век свободы не видает. Стив, спасибо большое. Детектив Стив Дудник, канал Закон и Порядок в Соединенных Штатах. Подписывайтесь, смотрите, там очень интересно. А наша программа подошла к концу. Вел Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания.